Уже в самом конце крещения на берегу остались трое – младенец и немолодая супружеская пара. Младенцу, конечно, было не до нас, а вот последние из двух сотен человек, супруги Владимир Иванович и Валентина Филипповна, привлекли наше внимание. Ведь вместе сделать такой выбор, вместе его воплотить дорогого стоит. И мы попросили эту почтенную пару рассказать нам о том, что подвигло их на этот шаг. Я не крещеный был, так сказать, но я как русский человек, православный человек, считаю, что мы должны быть крещенными, должны соблюдать вековые обычаи нашего народа, ну и стараться верить в Бога. Конечно, это непросто, это не сразу, я не скажу, что я сейчас прямо такой глубоко верующий человек, но я покрестился прежде всего из-за того, что мы, русские люди, должны все-таки вокруг чего-то объединяться, сплачиваться, традиции свои блюсти. Потому что я видел, как в других республиках я жил, соблюдаются эти обычаи, и мы с ними вместе, их обычаи, старались блюсти. А свои православные подзабыли, поэтому мы под супругой вместе решили креститься. Ну, сын у нас глубоко верующий человек, здесь он храм, участвовал в этом строительстве, организовывал, как-то сказать, вкладывал свои силы и возможности. Ну и мы сейчас чувствуем себя как-то по-другому, да? А вот скажите, пожалуйста, какая жизнь должна начаться с этого дня? Ведь у вас сегодня день крещения, это рождение во Христа, именины, равнопостольный Владимир, столько праздников. И вот как бы праздную это, вот с чем новым пойдете дальше? Наша сейчас жизнь заключается в воспитании, помогать воспитывать внуков. Раньше, когда детей растили, некогда было, работали, вот, и хотим вот себя посвятить. Воспитание внуков в истинно христианском, православном, так сказать, в русском духе. А как вы к этому шли еще, скажите? Ну, как шли? Ну, во-первых, сын у нас, это, верующий стал глубоко верующий, читает много и так далее. Мы храмы посещали, все возбуды православные праздники были, значит, на них. Размышляли о текущих событиях, о жизни, о мире, как происходит, о роли религии в человеческой жизни, в мироздании. И вот таким образом мы пришли к тому, что надо нам, хоть нам немного осталось, но пойти в мир, но и, так сказать, корченными русскими людьми. Если честно говорить, то благодаря сыну он у нас стал верующим. Ну, мы у нас и у мужа, как у супруга, да, и у меня все родители тоже верили в свое время. У бабушек иконы были. Поэтому это что-то у нас есть. Там соблюдали все праздники в детстве. Ну, просто было время, когда это... А теперь вот у нас сын глубоко верующий, поэтому мы решили его поддержать. И мы сами всегда Бога вспоминаем, если честно говорить. Ну, а вот так, то, что вы так дружно подошли к этому событию, это тоже, наверное, какой-то итог вашей жизни? Да, конечно, конечно. Просто мы воспитывались как атеисты, а потом вот считаем, что вот у русских что-то должно быть. И вот так мы с мужем думали, думали и решили сына поддержать. И сами тоже. Он просил вас? Кто? Сын об этом? Нет. Это ваше решение? Да, это наше решение. Ну, конечно, ему приятно, что мы к этому пришли. Позже, когда все главные события этого дня были позади, мы пришли в храм равноапостольного князя Владимира, чтобы познакомиться с достопримечательностями, поклониться святыням. И у входа в храм обратили внимание на памятную табличку, где было написано, что храм этот построен по печеньям раба Божьего Сергия со смиренной просьбой молитв о его родителях, Владимире, Валентине и супруге Юлии с очадами. Дивны дела Твои, Господи. Родители Владимира Валентина, с просьбой молиться о которых, обращался к прихожанам храма его побечитель и были той самой супружеской четой, только что беседовавшись с нами на берегу реки. Конечно, мы не могли не обратиться к сыну новокрещенных родителей, чтобы история храма равнопостольного Владимира и крещение в нем родителей на престольный праздник прояснилась. И уж совсем по-былинному можно начать историю о том, как появилась идея строительства храма святого Владимира на станции Полевской, а через год и сам храм. В один из летних дней 2002 года генеральный директор компании «Байкал» Сергей Владимирович Писарев, возвращаясь с дачи от родителей, ранним утром ехал в Екатеринбург. Смотрю, в тумане идет бабушка, такая среди леса, как вот такая волшебная картинка туман, бабушка идет среди леса утро. Ну, остановился, говорю, вот куда идете, давайте подвезу. Оказалось, что бабушка шла в город, рассказала мне, что она вот так часто ходит и летом, и зимой, и весной на службы. Говорит, у нас в деревне церкви нет, поэтому вот, если силы хватает, я вот хожу, так сказать, туда. Еще, говорит, нас там трое-четверо таких бабушек есть. Вот это меня тема заинтересовала, интересовала сразу же, ну, я довез ее вот до храма, и как-то вот, не знаю, такой помысл он появился, поговорил с настоятелем после службы уже, вот как раз отец Сергий был. Отец Сергий, говорю, вот, батюшка, вот, деревня такая есть, там у меня родители живут, а чтобы не построить там маленькую церковь, а то вот бабушки ходят пешком. Он говорит, слушай, интересно, мы, говорит, вот как раз планируем, у нас такой план есть, мы хотим, у нас как раз заседание, будет совета такого по организации храма, уже и название есть, все там, так сказать. Говорю, как называется, в честь князя Владимира. И у меня как бы это как вот, ну, прямо как все на место и стало. Папа Владимир, вот, я говорю, давайте, вот, если можно, я взялся бы в меру сил этим заниматься вопросом. Вот с этого началось. Дальше уже появились, познакомились со старостой, этого поселка, который, оказывается, тоже очень давно горел вот этим желанием, этой идеей, но не хватало малости, не хватало вот человека, который бы дал бы, так сказать, средства. А так все уже было, вот, готово. За базовый проект я предложил взять проект храма Серафима Соросского с Гаиной Ямой. Тоже такое вот совпадение, что вот через батюшку Серафима я сам в свое время пришел в православие к вере, и получилось, что и как бы храм князя Владимира получился на основе проекта церкви Серафима Соросского, храма Серафима Соросского с Гаиной Ямой. Ну, все, ну, а дальше там уже, так сказать, появился проект, появились строители, началось строительство, и к празднику вот князя Владимира успели построить за год, как раз к празднику, на празднике было открытие, и как-то случайно получилось, что первый раз, ну, все здесь, что там речка, как-то само собой пришла мысль, чтобы не покреститься кому-то на этот праздник. И получилось, что на открытии этого храма, вот, первый раз покрестилось, наверное, человек 50, наверное, в речке было. Всем так понравилось, и нам тоже понравилось. Вот, эта идея возникла, и решили, что хорошо будет традицию продолжить. И получилось, что на второй год уже 150, в прошлом году уже было 400, крестилось. Вот, в этом году было чуть больше 200, но это было связано с тем, что батюшки сами попросили, чтобы не было 400, потому что в прошлом году они, так сказать, ели выдержали. Ну, как они говорят, было слишком суетно, все и устали, и быстро было, и не успевали, поэтому решили сократить. А так бы в этом году, может быть, было бы и столько же, или больше. Храм был выстроен менее чем за год. В его возведении содействовала и местная администрация. Глава поселка Полевской станционный Александр Грачев является одновременно и председателем приходского совета местной православной общины. Именно он первый вынашивал идею строительства этого храма. Духовную и общественную значимость этого события переоценить трудно. Храм стал Домом Божьим, где налажена богослужебная и общинная жизнь, в поселке сформировался приход, несколько сотен людей уже приняли таинство крещения. И все это вместе вобрало в себя еще множество и маленьких, казалось бы, менее значительных событий. Но как капля морской воды содержит в себе все море, так и история отдельной семьи может вместить в себя историю всей нашей страны, включая в себя имена, факты, поступки.